Спички детям не игрушка. Так назвали свою постановку воспитанники детского садика «Звездочка». Маленькие артисты в своем выступлении наглядно показали, как в большинстве случаев возникают пожары. Зажигай, как хочется повеселиться. Раз, два, три, гори! Воспитатель Светлана Трунина отмечает важность таких мероприятий. Даже если дети остаются без присмотра, они должны знать, как себя вести, чтобы не произошло беды. К сожалению, в данное время мы сталкиваемся с проблемой, когда детей дошкольного возраста, родители вынуждены на некоторое время оставлять одних дома. И как бы с этой проблемой в связи нужно готовить ребенка к этому, для того, чтобы они знали, как эти 5-10 минут провести дома без родителей, без взрослых. Что нужно делать, если случится такая ситуация, чего не нужно делать. Профилактика – это самое главное. Целью этого конкурса является еще и обучающая составляющая, так как на представление приглашаются и другие группы детей садика. У них есть возможность еще раз убедиться, насколько опасным может быть огонь, а также еще раз вспомнить, как нужно себя вести в опасной ситуации, и кто первым придет к ним на помощь в случае пожара. Свою профессиональную оценку выступлением дали сотрудники МЧС. Я хочу сказать, что коллективы детских садов, естественно, со своими руководителями подготовились очень серьезно к этому конкурсу. Есть замечательные мероприятия, которые можно демонстрировать по нашему телевидению для познавательной такой программы, его использовать, ну и для обучения правилам пожарной безопасности наших детей и взрослых. С профессиональной точки зрения, с точки зрения опыта, я хочу сказать, что это очень хорошее мероприятие, оно полезно, потому что дети именно в таком вот возрасте усваивают знания пожарной безопасности, эти правила. С трех лет уже спокойно можно обучать дети запоминать эти правила на всю жизнь. Они всегда могут прийти на помощь себе и своим близким, тем, кто окажется рядом. Сам конкурс длится уже несколько недель. За это время в нем приняло участие 12 детских садов города-курорта, а его итоги будут подведены 30 апреля в День пожарной охраны России.